Чужие места. Этот зал объединяет инициативы вокруг территорий, которые мы назвали чужие места. Это те пространства, которые художники арендуют в складчину, чтобы развернуть там коллективное художественное высказывание. Например, это галереи, созданные художниками в цехах заводов, которые находятся в процессе переустройства в новые джентрифицированные культурные кластеры. Арендуемые пространства гаражей, промышленных помещений, подвалов – это самого разного рода территории, так или иначе отчужденные от авторов. Данная группа является самой многочисленной из всех. Галерея уличного искусства «Свитер» из Екатеринбурга дополнила проект-энциклопедию художественной жизни России. Созданная молодыми художниками и музыкантами Степой Тропиным и Алиной Рахматулиной, галерея ставит своей миссией одеть в теплый свитер стрит-арт, дав уличным художникам возможность продлить жизнь своим работам. Впрочем, с галереей сотрудничают и более традиционные художники. Например, Сергей Лаушкин, чью работу «Лицо-качель» вы можете увидеть в центре зала. Качаться разрешено! Центр действия «Нога» организован в 2005 году архитектором Павлом Ложкиным, художником Сергеем Селезневым и музыкантом Александром Ситниковым. Помещение было предложено Ложкину как мастерская, но позже было решено организовать там пространство для творческих людей. Каждые две недели группа «Четыре позиции Бруна» устраивала там тематические концерты, каждому из которых художники создавали специальную экспозицию. Один из крупнейших проектов, прошедших в пространстве – фестиваль «Видеология». Ногу, собиравшую единомышленников всех возрастов и знаковых деятелей искусства, можно назвать последним оплотом Екатеринбургского андеграунда. На подоконнике находится документация инициативы из Перми – дом грузчика, расположенный в одноименном здании бывшем общежитии для портовых рабочих. Трое художников начинали с того, что выставляли себя и своих друзей, но постепенно стали все больше открываться новым взаимодействием, сотрудничать с кураторами, жителями общежития и окрестных домов. Сейчас художники захватывают все больше пустующих помещений дома и представляют собой уникальное явление для Перми. Так действовали, к примеру, и петербургские художники из группы «Север-7». На экране рядом с экспликацией инициативы находится фильм о деятельности группы, снятый самими художниками. Так работает и Краснодарский институт современного искусства, который арендовал площадку на базе недействующей закрытой типографии. Или, к примеру, уже закрывшиеся московские инициативы – типография «Оригинал» и галерея «Франция». Одна из самых интересных площадок из тех, что существует сегодня в Москве – галерея «Электрозавод», которая располагается там же, где и кураторская мастерская «Треугольник», а также уже закрывшаяся галерея «Редскве» на «Электрозаводе». Четыре художника – Дима Филиппов, Леонид Ларионов, Наташа Тимофеева и Олег Фролов – снимают большое помещение, где проводят различные выставки, а также сдают эту площадку художникам в качестве мастерской, организуя своеобразную резиденцию. Результатом которой, как правило, становится выставка в галерее. Решение о проведении выставки не принимается, если нет согласия хотя бы одного из основателей «Электрозавода». Перед входом в главный зал расположен объект, приехавший к нам из Нижнего Тагила. Это художественный банкомат, который придумали художники из Нижней Тагильской галереи «Кубива». Вы можете вставить любую купюру от 50 рублей, нажать на кнопочку, и вам выпадет произведение современного искусства с подписью, и вы будете обладателем настоящего искусства. При этом номинал купюры совершенно не важен. Сама же «Кубива», расположенная в арендованном просторном гараже, была создана арт-группой «ЖКП», пожалуй, являющейся двигателем художественного процесса города. Продолжение следует...